всем привет приветствую вас на своем канале сегодня поговорим о тюнере ноунейм от неизвестной китайской компании просто название dvb t2 dvbs 2 вот здесь сзади такие надписи посмотрим стоит ли покупать такие тюнеры или нет разочарует он меня или нет ну давайте сейчас посмотрим какая у него для начала комплектация комплекте идет мануалочка ну здесь все с переводом все описано такая никакого адреса никакой компании ничего нет просто краткое описание в комплекте тоже идут кабели тюльпаны такие средненького качества hdmi провода нет сейчас многие уже лужит ну в этом пока нет пульт можно сказать обычный стандартный без надписи на пульте ну пульт более-менее нормальный сейчас посмотрим кнопки хорошо прожимаются нормальный обычный пульт как все во всех этих нарах так ну и вот сам такой ресивер это комбинированный ресивер корпус металл вот такая передняя панель здесь кнопка включения меню окей и добавление звука переключения каналов и usb разъем впереди у нас есть так вот видите кнопочки передняя панель где цифровая здесь есть название номера каналов надписи какие-то dvb t2 s2 корпус металл есть решеточка для вентиляции ну корпус хороший качественный металлический ну и сзади входа антенны t2 вход для спутникового телевидения usb для подключения wi-fi адаптера hdmi выход и входы тюльпанов или вы выход выход тюльпанов ну и блок питания встроенное невыносное ну вот такой у нас ресивный рок давайте подключим по телевизору и посмотрим вообще стоит его покупать нет вот он подключен и видите какая панель такие зеленым цветом подсвечивается цифры ну и вот загрузается картинка как мы видим до сих пор название тюнера самого нет просто dvb t2 s2 wi-fi youtube сейчас мы посмотрим как это все работает ну так грузится он видим очень долго намного дольше чем другие модели которые меня были раньше на обзорах можно сказать даже очень долго что-то загружается картинка танку что-то пошло идет включение танк программы не существует ну нужно сканировать давайте пройдемся по меню вначале вот настройка антенны нужно выбрать спутники под своей десеке ну вот первый какой у меня спутник хоберт по списку идет он у меня так десек 11 у меня порт вроде бы 2 да видите сигнал на сигнал слабенький уже я вижу недостаток автора тюнера что чувствительность у него слабенькая сант интеграл ах там board vision других моделей намного меньше а в этого вообще слабая ну сейчас посмотрим astro astro у меня порт 1 ну и есть третий спутник нужно еще найти на масс но 43 на этой частоте это очень что-то слабо у меня на других тюнерах выдает под 80 вот качество сигнала регулярно это тюнер не чувствительный уже это у него можно сказать недостаток ничего сейчас посмотрим вот по частотах так на этой частоте тоже видим у нас слабенький сигнал чувствительность в этого тюнер к очень слабая ладно ну давайте пройдемся наверно по меню и посмотрим что у нас идет дальше так спутник астро на втором порт у меня еще нужно настроить спутник амос ну здесь список конечно спутника видите обширный есть и 75 и 9 градус все спутники прописанные вручную ничего добавлять не надо это можно сказать уже радует но нужно найти спутник амос потому что ну в нашем регионе амос хорошо должен ловить но что-то его сейчас не нахожу сейчас посмотрим где тот амос до спутников видите очень много а вот есть и амос так амос у меня порт 3 как я помню 2 3 тяну тоже что-то сигнал да как я уже говорил чувствительность у него слабенькая ладно но давайте дальше посмотрим какое меню есть позиционер установки это для мотот подвеса настройка меню немножко напоминает юклановская так есть но и другие много такого похожего меню список спутника вот можно посмотреть сколько здесь спутника всех прописано спутника мы видим уже очень очень много так что неплохо список транспондеров так ну давайте наверное сейчас отсканируем посмотрим хоть сканирует хоть он что-нибудь ловит спутник астроном какую-то частоту выберем его отсканируем там более-менее сигнал вот он этот спутник ну давайте сейчас какую-то частоту и выберем отсюда и отсканируем посмотрим ловит ли он сигналы или нет так сейчас мы докладываем вот 12 130 частота давайте сейчас включим поиск каналов и посмотрим что у нас отсканируется ну каналы как вы видите отсканировали сигналы есть и это хорошо так дальше сидел какой-то что это такое у нас меню сидел конечно переводанных коровый ну как китайцев а это поиск пусть у спутника с помощью приложения что там сидел так сидел и dvb это это сканирование т2 но я т2 антенна у меня сейчас нет она отключена поэтому подключить не могу но посмотрим сейчас какое меню здесь регион страна украина каналы мощность lmb это включение выключение питания и режим вручную и авто можно выключить и кнопочкой пуск искать но на данный момент у меня возможности нет отсканировать т2 каналы поэтому ну вот я пример показал как сканировать но контейнер не подключил потому что нету доступ ну дальше что у нас и dvb с подключение кабельного телевидения тоже протестировать не могу но данное меню в этом тюнере есть так дальше у нас что идет по меню так сейчас посмотрим как у нас работают каналы ну как вы понимаете сигнал идет звук идет так что все нормально картинка есть как вы видите картинка в этом тюнере как бы можно сказать неплохая так что хоть и чувствительно слабая на картинку он выдает хороший ну и есть в редактор канала в нас как вы видите дальше редактор радиоканал и удалить все дальше у нас меню идет установка времени установка таймера так установка языка так посмотрим язык меню у нас английский французские русские все только три языка конечно мало украинского нет это уже плохо настройка это что астройка бы а это настройка качество картинки ну перевод как вы видите реально корявый китайцы из китайцы объем сфера какая-то управление блокировки блокировками ли выключить выключить блокировка каналов и изменения паролев и оезде установка установка прозрачности меню и настройка цвета тоже под свой вкус можно настроить яркость контир и картинки настройка свете и настройка сети подключаем а вайфай адаптеры ну вайфай адаптерами он работает неплохо сейчас мы подключим так подождем и вот моя сеть так выбираем поднимаемся вверх вводим пароль там сейчас я ввиду свой пароль опускаем вниз нажимаем кнопкой сохранить и ждем подключение к сети сейчас он подключится все к сети он подключен ну и сейчас по возможности посмотрим как работает интернет приложение там сейчас первые меню вот информация системе если это кому что-нибудь интересно ну вот 4 мегабайта флэш памяти 64 встроенной памяти мегабайта вот такая память информация процессора я что-то не вижу просто версии прошивок и все так сброс на заводские настройки обравление обновления программ нужно проявлять через юсб но только где программы братья не сынула и на этот именно тюнер потому что она непонятная модель айпи тиви как говорят можно связь би флешкой смотреть айпи тиви но я не хочу и проверять потому что уже мне этот тюнер как бы не очень погода ну тоже можно вести свой город и настроить под себя город и смотреть какая здесь в вашем регионе погода тоже это все можно ну и сейчас посмотрим как работает youtube youtube у нас что-то одно нет ничего не работает youtube в этом тюнере не работает авто обновления api ключа нету поэтому будете без youtube а сейчас посмотрим мегагол мегагол он там что у нас он загрузилась что-то сейчас посмотрим пойдет ли фильм так ошибка сети вот вам мегагол тоже ничего с интернет услуг не работает поэтому это тюнер можно сказать разочарование он работает только спутниковые можно принимать каналы т2 а вот интернет функции не работает лучше уже на мое мнение лучше купить sat integral или какой-то тюнер где есть но брендовый какой-нибудь там и тот же openbox и клан все эти тюнеры намного выше но есть конечно раздел без ключи вот мы видим power you ключик и как видите можно вводить и можно настроить шару сисиком new card и mcarm есть но это уже хорошо так что для просмотра шары это тюнеру конечно можно использовать с 13 градуса смотреть польская канала и на других спутников работает шаринг ну а так больше ну что я вам скажу мне больше негативных эмоций от этого тюнера потому что сигнал он ловит слабо интернет функции не работает до меню обширные меню хорошие но что-то он куда-то не дотягивает я бы тот тюнер конечно не очень советовал если собираетесь комбо покупать лучше обратите внимание на другие модели как sat integral или еще какие-то но это